Белоруссия в составе России только шестью областями. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал несколько весьма громких заявлений. В частности, он сказал, что некие силы в России добиваются вступления белорусских областей в состав России. Он даже использовал мудреное словечко «инкорпорировать», желая, видимо, подчеркнуть особенную зловредность таких намеков. В России эти заявления вызвали дружный всплеск улюлюканье со стороны разного рода экспертов и аналитиков. Однако мы не станем ему подобляться, в конце концов, игнорировать слова, сказанные на таком уровне, просто глупо. Равно как глупо и обвинять Лукашенко в том, что он что-то там не так понял или воспринял. Поэтому давайте попробуем проанализировать его спич спокойно, без предубеждений и обвинений в политической проституции, на которые так гораздо некоторые патриотические комментаторы. Итак, что могут означать слова Лукашенко? Прежде всего давайте ответим себе на вопрос, на каком уровне обсуждений ему, президенту независимого союзного нам государства, могут поступать подобные предложения и намеки. С учетом того, что даже прямые переговоры с министрами являются не совсем его уровнем, хотя, надо признать, товарищ он не гордый и может напрямую и с министром поговорить, речь может идти только об очень ограниченном круге лиц, имеющих прямое отношение к принятию решений. Это сам Путин и некоторые его помощники. Кстати, в сложившейся бюрократической иерархии должность помощника президента является чрезвычайно высокой, где-то на уровне председателя правительства. В отличие, например, от советника президента, который ни за что не отвечает и никем всерьез вообще не воспринимается. Добавим сюда и Дмитрия Медведева не особенно авторитетного, но полномочного представителя кремлевской команды. На всякий случай упомянем вице-премьеров правительства и глав силовых ведомств. Это, пожалуй, и есть максимально широкий круг лиц, которые могут себе позволить делать подобные намеки главе другого государства. К этому следует добавить вот еще что, далеко не все, кто имеет такую возможность, рискнут взять на себя подобную инициативу. Все-таки, чтобы мы не говорили про безответственность нашей власти, субординация в ближайшем окружении Путина все-таки есть, и никто не хочет вместо теплого места в Кремле получить должность посла на Украине. Поэтому очевидно, что, кроме возможности, подобные намеки должны быть подкреплены еще и неким соизволением. То есть давайте примем мысль, что без ведома Путина такие инициативы реализовываться просто не могут. И люди, делающие Лукашенко всякие непристойные намеки, действуют не просто так, по личной инициативе, а в рамках какой-то концепции, утвержденной на самом высоком уровне. А вот это уже интересно. То есть получается, что Москва взяла курс на реальное собирание русских земель. И пусть медленно и аккуратно, но подвижки в данном отношении все-таки будут. Это ли не самая фантастическая новость последних лет? Это ли не самое радостное событие со времен возвращения Крыма? Относительно того, получится ли у Кремля мирно, без крови, на основе внутренней воли самих же белорусских элит, присоединить Белоруссию, пока рано говорить что-то однозначное. Однако нужно понимать, что положение у Лукашенко не сказать, чтобы очень выигрышное. Понятно, что разрывать отношения с Москвой ему нельзя, потому что тогда его сожрут вместе с Лукашенко-младшим. Причем прямо в Минске. И будучи поставлен перед достаточно жестким выбором. Он, скорее всего, предпочтет найти некий компромисс, который устроит и Москву, и его лично. Повод для такого компромисса Москва ему мудро подкинула. Вероятнее всего, разговор о вхождении в состав РФ шестью областями есть не что иное, как преднамеренно созданное поле для маневра. Сейчас у президента Белоруссии есть повод стукнуть кулаком по столу и сказать, не бывать этому. Мы войдем в состав России только как единый субъект. И все останутся довольны. Кроме, разумеется, наших европейских и заокеанских партнеров, на фоне таких приобретений даже возможные уступки по территориальному спору с Японией покажутся вполне допустимой мелочью. Да что там за такие геополитические приобретения Путину, как и Лукашенко, простится вообще все. Даже Медведева можно будет потерпеть еще пару лет, как ни ужасно это прозвучит, разумеется, не стоит забывать про овраги и заранее делить шкуру неубитого пока медведя. Это ведь только сказка быстро сказывается, а дело, действительно, движется туго со скрипом. Да и наши иностранные доброжелатели, конечно же, приложат максимум усилий к тому, чтобы этому громадью планов не суждено было сбыться. Однако все-таки очень отрадно осознавать, что некоторые шаги в правильном направлении Кремлем все-таки делаются. Теперь бы дождаться их на внутреннем фронте. А то не успев собраться, рискуем развалиться снова. И об этом тоже ни в коем случае не следует забывать.